Я претендую Слушные волосы, мокрые в дождь Только ты в этом можешь помочь мне Я претендую на твое сердце Бездоказательно верю, как в детстве Падаю вверх и губами ты ловишь мой смех От юга до севера От холода до тепла Полмира отмеряла и прошла сама Я не лицемерила Прощала и верила Искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Субтитры создавал DimaTorzok Мне? Спасибо Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь 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 Девочки, быстро переди вас Девочки, быстро, быстро, быстро Привет Привет, как вы тут? Держи Таня, это очень серьезно Сегодня поворотный день Понимаешь? Что, она опять в Скорпионе? Ну, при чем здесь Скорпионе? Идем При чем здесь Скорпион? Перевыше Все планеты сошлись в твоем астральном доме Это бывает раз в десятилетие, понимаешь? Танька, произойдет что-то или очень плохое Или очень хорошее Смешная Что я смешная, Тань? Ну, что я смешная, Тань? Я предельно серьезная, между прочим Ты понимаешь, что твоя жизнь может измениться в один момент Вот так вот, раз и все Слушай, а во сколько заканчивается концерт, а? Ну, что такое? Значит так, после концерта идем гулять по городу Ты одеваешь вот то свое красивое платье и встречаешь принца на белом, нет, на черном Какая разница, на каком гоночном Ягуаре? Да, погулять было бы хорошо Если бы не Изольда Да у меня же внеплановая экскурсия Все, пока Ну блин, погуляли Девка, подальше О, девочки Привет, любимая. Ну да, не успел добраться, уже заблудился. Не городок, черная дыра. Надеюсь, дольше, чем на два дня здесь не останусь. Если я найду эти картины, на аукционах это будет просто бомба. Да что ж такое-то, ну прям под колеса-то, а? Двигать тут нинфи всякие. Ну и городок, а. Ижоль, Венсионович, а это куда определить-то? А это зачем? Немедленно убрать. Так мыши же, ядом их не возьмешь, экспонаты жрут. Не музей, а зооферма какая-то. А у нас, между прочим, гости важны, а тут полный бардак. Ай, Коляныч, ты, пожалуйста, стой. Тихо, тихо, тихо. Ну ты, Игоров, Коляныч. Тихо. Коляныч? Коляныч! Ти-тихо! С приездом, наш дорогой Григорий Петрович! Мы вас ждем, мы рады вам. Как вам наш город? Мило, очень мило. Вы проходите, проходите. У нас, правда, небольшая экспозиция, но, так скажем, не Третьяковская доверия. Видел? Чего это за перец? Да какая разница? Точила у него крутая. Так вот, побольше бы таких людей, как вы, Григорий Петрович, настоящих ценителей. Спасибо вам за помощь. Вы понимаете, как трудно маленькому музею выжить в наше тяжелое время. А обратите внимание, зал древней истории. Да? Наш край богат на диковины. Он всегда находился на пересечении древних торговых путей. До сих пор люди находят скиевские захоронения, а также, вы представьте себе, обнаружено неолитическое городище. Простите, пожалуйста, это, конечно, все очень интересно, но мне хотелось бы... Я помню, помню, Григорий Петрович, вас интересует Файзл. Да. Но и вы меня тоже поймите, мне просто хотелось перед вами немного похвастаться. Вам есть чем похвастаться. А это наш очень хороший сотрудник, Танюша Куликова. Гречанка. Как вы угадали. Да. Такое прозвище мы ей дали среди своих. Тут, вы знаете, вообще очень странная история. Говорят, отец Тани из Греции. Она обещала ее матери золотые горы, но как узнал, что та забеременела, так сразу и сбежал. К себе домой, к жене, к пятерым детям. Ну что? Пусто. Никаких упоминаний в письмах. Ну, если бы картины Файзл действительно существовали, то почему мы о них ничего не знаем? Я знаю. Я знаю, кто вам может помочь. Миронов. Краевед и журналист. Он мог знать художника лично. И где мне найти этого краеведа? Наша Таня. С ним дружит. Можно ее попросить, чтобы она вас к нему проводила. Ну, если, конечно, она не ушла. Спасибо. Круто. Танюха, да куда спешишь? А пойдем на площадь, там сегодня диджей из Питера приезжает. Говорят, классно будет. Извини, Коль, мне некогда. Ну, ладно. Увидимся. Татьяна, прошу прощения. Разрешите представиться. Меня зовут Григорий Середа. Я искусствовед. А, наслышано. Изольт неделю к вашему приезду готовился. Он мне сказал, что вы знаете Миронова, Льва Осиповича. Да, это мой сосед. Татьяна, у меня к вам огромная просьба. Вы не могли бы организовать нам с ним встречу? Конечно. А я читала о вас в газете. Это все вранье. Все, что пишут обо мне в газетах, неправда. Я на машине. Так будет быстрее. Вы не против? Да. Спасибо. Да. Это было круто, Коляныч. Рот закрой. Красава. Слышишь, Осипович? От твоей музыки, ну просто мухи от тоски мрут. Конечно. Если мухи мрут, так это от вашего опломба. Драгоценная, моя Галина Михайловна. Спасибо. Здрасте, тетя Галь. Здрасте. Дам сюда. Здрасте. Здрасте. Слышь, Осипович, что говорю-то? Это ж каким это ветром такого красавца к нашей Таньке занесло? Осторожнее, ноги. Дом ветхий. Сейчас я свет включу. Мне предлагали в однокомнатную. Но, если честно, отсюда до музея ближе. Как у вас тут интересно. А нам сюда. Тань, скажите, а ничего, что мы, ну вот так вот, к Миронову, без приглашения? А у него редко кто бывает. Имейте в виду, он иногда бывает странноват. Да я не странноватый, Танюша. Назовем это благородным словом маразматик. Здравствуйте, Лев Осипович. Здрасте. Проходите. Вообще-то я гостей не ждал. А, ну раз уж вы с Танюшей. Милости просим, присаживайтесь. Лев Осипович, это Григорий Середа. Здравствуйте. Он по делу. Я вам сейчас чай сделаю. Да, мне, если можно, как обычно. Да, и, Танечка, там у Юли я видел в холодильнике сосиски. Парочку укради для меня. Делается. Ну что ж, вошли, прошу вас. Вы простите меня за вторжение. Ну да. Я искусствовед. Интересуюсь творчеством Файзова. Точнее, его неизвестной серией картин под названием «Незнакомка». Вы ведь знали художника? Искусствовед. Слышал я фамилию Середа. Это тот, который скупал за бесценок нашу живопись и продавал буржуям за сумасшедшие деньги. Причем в огромных масштабах. А почему Файзова интересуетесь? Вы знаете, я просто хочу доказать, что его картины действительно существуют. Ничего не знаю, с Файзовым не знаком, никогда с его творчеством не сталкивались. Мы могли бы договориться. Вы не пожалеете? Пойдите вон, молодой человек. Я говорю, пойдите вон. Это моя комната. Вернее, наша с Юлькой. Вы проходите, не стесняйтесь. Вы рисуете? Ну да, немного. А что, Лев Осипович? Облом. Может быть, я могу чем-то помочь? Отличная идея. Только чем? Вы интересуетесь Файзовым? Ну да. Я в институте писала диплом по его творчеству. Так что могу подсказать кое-какие факты. Татьяна. А что, если я предложу вам, скажем так, работу? Какое же? Мне здесь нужен помощник. Вы не торопитесь с ответом. Давайте мы сегодня вечером поужинаем и подробно все обсудим. Ирочка, я задержусь здесь на несколько дней. Милый, ну решай сама, ты справишься. Ну, мамы спроси, она у нас генеральная, вот пускай устраивает встречи. Ну да. Ир, мне кажется, я напал на след картин. Нет-нет, пока ничего конкретного, но предчувствия хорошие. Ну все, давай, мне сейчас некогда. Софья Николаевна, вот это вот нужно подписать, это соглашение со страховой компанией. И, кстати, Гриша вам привет передавала. Ирочка, мне кажется, или ты действительно нервничаешь? Что-то случилось? Нет, вам показалось. Гришка постоянно в разъездах, придумал себе очередное приключение, а ты, как всегда, взвалила на себя всю его работу. Меня это очень расстраивает. Конечно, ты для Гриши замечательный помощник, но жена из тебя получится гораздо лучше. Ириша, пора. Ты меня слышишь? Софья Николаевна, я вас слышу, но, ну а что вы прикажете мне делать? Ну, не силой же его под венец вести. Ну, ты могла бы уже давно изучить моего сына. С ним не надо церемониться. Просто все реши сама, я тебя в этом поддержу, ты же знаешь. Привет, мама. Привет, Ириша. Привет. Сплетничайте. Небось, обсуждаете моего братца? Все, ищете способы, как его в ЗАГС затащить? Руки мыло? Конечно. И не броди, садись заниматься. Если бы все женщины ожидали, когда мужчина им сделает предложение, то человеческий род давным-давно бы вымер. Понимаешь? Да, Софья Николаевна, я понимаю. Ну, так действуй. Действуй, моя дорогая. Так, шедевр готов. Ой, все мои клиентки просто в восторге от этой прически. Это типа моё ноу-хау. Мой новый хит. То этот галереящик просто умрёт на месте. Он не мой. Вообще у нас просто деловая встреча. Ах, ну конечно, конечно. Деловая встреча. Как я могла, ну да, подумать. Значит, в девять вечера, в лучшем ресторане города. Ну да, вопросов никаких нет. Тань, ты реально такая наивная? Или ты притворяешься? Всем мужикам нужно одно и то же. Юля, не начинай. Он не такой, как все. Он другой. В общем, сложно объяснить, что? Ну конечно, конечно, вот так и делай. Хвали его, они любят лезть. Если хочешь раскрутить мужика, ты восхищайся им. Я вот от Витьки только так всего и добиваюсь. Ой, он ничего не слышит. Ему только компьютер нужен. Юль, мне ты и нужна. Ну конечно. Несмотря на чудовищный характер. Если я тебе так нужна, так что ты меня не будешь в кафе хотя бы раз в месяц? Да все, ребята, все, мне пора. Так, все, с Богом. Давай, подруга, подожди. Помни, шанс встретить такого мужика бывает раз в жизни. Пинц. Пока. Звезды дел гуд. Витя, может, пойдем в кафе? Вить. Пойдем. Пойдем. Я одеваюсь. Так, так, так. Пятнадцать минут. Благодарю. Григорий Петрович, вы действительно думаете, что существуют неизвестные картины Файзова? Ну, пока это только версия. К сожалению, никаких конкретных фактов нет. Намеки. Спасибо. Поэтому моя работа больше похожа на охоту за призраками. Ну, если есть хотя бы одна вероятность найти эти картины, то... Черт, я с вами. Тогда за наш союз. Таня, вам кто-нибудь говорил, что вы очень привлекательны? Не понимаю, что такая девушка делает в этом городе. Таня, давайте на «ты». Ты мне очень понравилась. Сразу, как только увидел тебя. Я знаю, чем тебе помочь. Да, чем? Например, устроиться на работу в столице. Ну, если ты, конечно, этого хочешь. Может, нам лучше уехать отсюда? И продолжить вечер у вас в номере? Предположим. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Жаль, что я выгляжу, как провинциальная дурочка, с которой можно так легко переспать. Татьяна, я... А еще больше мне жаль, что вы оказались таким банальным и предсказуемым. Благодарю за ужин. А где этот? Кто этот? Ну, этот твой. Что вы все заладили? Не мой он. Тань, с тобой все нормально? Этот хмырь к тебе не приставал? Коль, отстань от меня. Если тебя кто-то обидит, ты только мне скажи. Я все для тебя сделаю, слышишь? Коль, ты хороший. Но мне от тебя ничего не нужно. Пожалуйста, перестань за мной ходить. Почему? Потому что я слишком простой для тебя, да? А что мне делать? Книжки читать? Или костюмчик купить? Как у этого? Пожалуйста, отпусти меня, мне больно. Таня, я все для тебя сделаю. Все, что хочешь. Да ты, ты просто дешевка. Вот кто ты! Скажите, а где я у вас в городе могу купить цветы? Даже не знаю. Уже все магазины закрыты. Спасибо. Ну как, вкусно? Знаешь, пить такое вино залпом — просто преступление. Вино, оно как женщина. Не может раскрыться сразу. А ты, значит, большой ценитель. Любишь посмаковать. Ну ты закусываешь, что ли? Ну и чем обязан? Судя по всему, ты пришел не просто так. Ты это, к Танюхе больше не приближайся. Понял? А то же тоже. Да помогите мне, Танюхе! Успокойся! Успокойся! Иди сюда! Не лезь в Танюхе! Не лезь в Танюхе! Таня! Сид! Ты кто в такой ураль? Ты чего учудила? А ну-ка, быстро вставайте! Что это такое? С ума посходили, что ли? Юля! Откройте сейчас же! Тихо, иду уже! Ну, я вам сейчас покажу! Быстро открыли дверь, мне! Вы что, оглохли там, что ли? Тетя Баня, ну что случилось? Она еще спрашивает, что случилось! Это из-за тебя моего Кольку в ментовку забрали на 10 суток! Тихо! Что ж ты, Танька, с ним делаешь? Ты же парня загубишь! Так, тетя Галь, ушли бы вы к тебе домой! Что? Колька ваш только повод ищет! Ему ж приключения подавай! Да? Да! И не надо с больной головы на здоровую! Тоже мне здоровые нашлись! До свидания! До свидания! Доброе утро! Капец! Это что, Колька с твоим галерейщиком подрался? Юля, он не мой, ложись давай, спи! Подруга! Озывайся! Ну, уснешь здесь! Слушай, вообще, люди офигели! Танька, там это, не твой, нарисовался! Угу. Слушай, посмотри, говорю! Тихо ты, ну что ж такое? Ты сейчас офигеешь! Таня, здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Я приехал, чтобы извиниться перед вами! Тихо! У меня и в мыслях не было вас обидеть! Я не обиделась, потому что я подумала, вам действительно нужна моя помощь! Глупо, да? Это я повел себя глупо! Вы знаете, у меня и в мыслях не было... Я просто хотел проявить внимание! Вы правда очень, очень привлекательная девушка! Я понимаю, что я вам неприятен, я повел себя как идиот! Вы простите меня, такое больше не повторите! Да это вы меня простите! Не знаю, что я себе придумала! Знаете, если вы решите отказаться от нашего расследования, я пойму и больше не буду вас беспокоить! Но мне... мне правда здесь нужен помощник! Я согласна вам помочь! Тогда до завтра! Вулька! Ну что, братиша? Здорово! Поздравляю! Как там было, а? Да никак! Камера как камера! Десять суток только потратила! Зато откупаться не пришлось! Как там Танюха, не слыхал? С пижоном своим! В библиотеки такие ходят, гуляют, потом мутят что-то! Короче, сладкая парочка! Понятно! Что дальше делать думаешь? Посмотрим! Ну что, поехали? Поехали! Таня, у нас завтра вечер поэзии! Приходите, пожалуйста, пораньше, поможете зал подготовить! Таня, я могу на вас рассчитывать? Да, конечно! Добрый день! Григорий Петрович! Милости просим! А вы у нас теперь частый гость! Может быть, чайку? Нет, от чая я, к сожалению, откажусь! Дела, дела! Таня, вы уже освободились? Ну, вы можете идти! Да! До свидания! До свидания! Какая хорошая пара! А Танюшка-то наша как расцвела! Влюбилась девчонка! Ну да! Ну да! Надолго ли все это? Он наиграется и уедет! Бедная девочка! Бедная! Ну да! У меня опять ничего! Да, Танюш, детективы из нас с вами совершенно никакие! И никакого упоминания о женщине, которой Файзов мог посвятить свои картины! Вот, смотрите, выпуск 62-го года! А вот! На выставке, посвященной юбилею нашего города, были представлены работы перед веков производства! Среди них... Вот, вот, вот! Фойе театра, где проходила выставка, так называемый художник А.Д. Файзов, прославившийся разве что своими скандальными выходками, учинил драку с Эл.О. Мироновым на товарищеском суде, который состоялся позднее, бывшие приятели так и не смогли приятно объяснить причину конфликта. Бывшие приятели? Это что, получается, Миронов знаком с Файзовым? Странно, он никогда не рассказывал. Нужно будет его расспросить об этом. Потому что со мной он вряд ли будет откровенничать. А вот с вами? Хорошо, беру это на себя. Что бы, Танечка, я без вас сделал? Наверное, давно бы уже уехал домой и все бросил. Если бы не вы. Если бы не ты. Мне пора. Я пойду. К Миронову. А я вас провожу. Ну что, бедный ребенок, как это диплом? Не спрашивай. Понятно. О, держи. Авторский дизайн, купила в Номлене. Летала туда на пару дней. Налаживала отношения с компаньонами. Спасибо. На силу здоровья. Ир, а как там Гриша в своем Подзаборске? Домой собирается? Когда? Не знаю. Он за все это время мне отправил одну смс-ку с содержанием, что он задерживается. Все. Ну и что ты думаешь? Ир, если у него кто-то появился, он же все равно к тебе вернется. Знает, кто знает. Ты, Ирина, зря с Гришкой так либеральничаешь. Сколько он уже в этом городе? Две недели? Учись. Да, мам. Гришка? Хватит дурью маяться. Завтра встреча с инвесторами. И чтоб был. Ну, я постараюсь, конечно, но... Это не обсуждается. Ну, что, Пижон, я тебя предупреждал, чтобы ты не лез к Тане. Как скучно. Я думал, ты у меня спросишь, какую книжку после букваря следующую прочесть. Так вот, лучше ту, в которой шрифт покрупнее. Слушай, ты, что нарываешься, а? Фуфил. Да я сейчас на компосты... Ты, ну, понял? Сты, я сам. Мы с этим один на один разберемся. Значит, ты умный, да? Живопись любишь, книжки читаешь, по библиотекам ходишь. А что ж ты такой умный, а простых просьб не понимаешь, а? Отвали от Тане. Последний раз прошу. По-хорошему. Ты ей не пара. И кто это сказал? Ты, что ли? Ну, ладно. Лев Осипович, я не понимаю, почему вы не хотите рассказать о Файзове. Давай мы эту тему обсуждать не будем. Вы поссорились из-за женщины? Вы и Файзов были влюблены в одну и ту же женщину. Все любовные истории, по сути своей, трагичны. Вот и ты и влюбилась. Я даже знаю, в кого в этого Григория седу. Знаешь, тут советы бесполезны, но послушай меня. послушай, старика, и не... ну, не пара он тебе, как это не банально звучит. Вы ошибаетесь. Да беги от него, беги. Он... ну, хороший. Да, видно, поздно. Таня! Тань! Танька! Скорее! Там Колька твоего галерейщика убивают! Гриша! Боже, что с вами? Нормально. Идемте. Хорошо. Я просто с ума схожу, когда ты рядом. Аня! Танюша! Танюша, я... я умоляю тебя. Танюша, ты мой... Котейка! Котейка мой сбежал! Я сам... я сам виноват! Я приоткрыл дверь, он ушался, и нет его! Танюша, ты же знаешь, я не проживу без него! Танюша, ты же знаешь, я же его принес вот таким вот котенком! Таня, ну сделай же что-нибудь! Лев Осипович, сейчас, не волнуйтесь, я его найду! Спасибо тебе, добрая душа! вот, это поможет вам в ваших поисках. тут фотографии, дневники той женщины, которую любил Файзел. Откуда это у вас? Неважно. Взамен я прошу вас сегодня же уехать из города. я понимаю, вы думаете, что вы ловец удачи, вы охотник, вы думаете себе, что вы чувственный человек, но это не так. Вы холодны, расчетливы. Глупо было бы предположить, что вы откажетесь от Татьяны, тем более сейчас, когда вы так близки к успеху. Поэтому я предлагаю вам сделку. Забирайте эти материалы и уезжайте из города. Прошу вас, уезжайте, но не обманывайте вы ни себя, ни ее. КОНЕЦ Таня. Извините, что так без предупреждения. Вы внезапно исчезли. Что-то случилось? Уезжаете? Да, я должен. Мне позвонили в важные переговоры. Понятные дела. Вы простите, что я так ушел без предупреждения. Просто я хотел сбежать. Боялся, что если увижу вас еще раз не смогу уехать. Не уезжайте. Не уезжай. Я не могу. Это невозможно. Так будет лучше для нас. Я хорошо с тобой. Я хорошо с тобой. так вот, женщина, которая вела дневник, она пишет, что Файзов делал наброски к ее портретам. Но о самом портрете ничего. Может, уже хватит гоняться за призерком? Мой ты как-то изменился после поездки. Что, влюбился в неопытную провинциалку? Кто она? Ты же знаешь, меня интересует исключительно искусство. признаков. ты права насчет признаков. Пора о них забыть. ну и что ты будешь делать? Ты же не думаешь, что он вернется? Нет, не думаю. Ну ничего, разберемся. Ничего. Знаешь, у меня клиентка одна есть, так она это, она по вот этим делам. А деньги мы найдем. Я вот на отдых откладывала, ну и... Нет, спасибо. И денег не нужно. Таня, ну что, ты сумасшедшая, что ли? Нет, я не сумасшедшая. Я хочу оставить ребенка. Пойдем. Ну правильно. Редактор субтитров Я прощала и верила, искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Вместе дышать и друг друга касаться В твоих руках каждый день просыпаться Жить, быть счастливой и просто любить От юга до севера прощала и верила Искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье 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 Я рядом с тобой претендую на счастье Счастье Я рядом с тобой претендую на счастье